Родители это святое Действительно, еще раз повторюсь, мне действительно очень повезло Отец мой, генерал-майор Москаленко Алексей Прокофьевич Родилась я достаточно поздно в семье, так сказать У них уже были почти взрослые дети А я родилась в войну И папа впервые меня увидел, когда мне было 3 года Действительно, папа у нас был на пьедестале Но у него был прекрасный тыл, семья Он был очень хорошим семьянином И я с большой теплотой вспоминаю о том Как он меня водил на английский язык Хотя я не очень сначала хотела Как он ходил со мной есть мороженое Как он занимался моей культурной программой Мы ходили с ним в театр Не с мамой, а вот с папой На все детские спектакли Книги Все детские книги Самые популярные, самые хорошие Газеты, журналы Это у меня все было Вот поэтому можно сказать, что мне очень-очень повезло Но в дальнейшем, как сказать Папа прожил после войны 16 лет В отставку он вышел в Москве Но поскольку он по происхождению южанин Родился он в небольшом городке Ваджарии Городок Кагулети Сказочный, надо сказать, городок Но жизнь получилась не совсем сказочная Вот в этот городок он возвращался не раз Вот эта малая родина для него была очень важна Очень он ее любил А потом вот В Москве, когда он вышел в отставку Он решил Получив квартиру Получив все там годы, какие можно Он решил, что он все-таки вернется на юг И вот выбрал Краснодар В Краснодаре он бывал То есть это был тогда еще Екатеринодар В 20-е годы он учился здесь на высших командных курсах Екатеринодаре И там была у него интересная встреча с Чапаевым Они вместе вот на этих командных курсах учились В нашей семье не разрешалось рассказывать анекдоты о Чапаеве Потому что у папы осталось прекрасное впечатление об этом человеке Он его характеризовал как вдумчивого, очень дисциплинированного человека И с сумасшедшей быстрой реакцией Вот как-то мне кажется, этот эпизод должен быть интересен Но еще что я могу сказать О том, что папа воевал еще в Первой империалистической войне Принимал участие Его призвали в 15-м году И там он уже успел себя проявить Вот я не нашла в Википедии следов того, что он был награжден Двумя солдатскими георгиевскими крестами Но это не выдумка Потому что об этом рассказывала его старшая сестра И эти кресты он ей дал на хранение Но вот при войну, в советские времена Эти кресты, в общем-то, не очень, так сказать, ценились К сожалению А во время войны, ну, они куда-то пропали Ни в коем случае нельзя думать, что это сестра Куда-то их там дело Нет, 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 это была порядочнейшая семья И ему присвоили звание унтер-офицера А вот дальнейшая судьба интересная Он мог примкнуть и к белым, и к красным И вот тут страшный эпизод из его личной жизни У него было два брата призывного возраста В город, в его городок, в Кабулете Нашли белые Братья не хотели идти в армию И они попытались спрятаться в кукурузе Там у всех были очень большие наделы кукурузы И, можно сказать, практически на глазах родителей Их зарубили Я думаю, что это сыграло какую-то роль Потому что я слышала об этом Ну, не так впрямую Но вот папа об этом говорил Дальше он, значит, служит уже в Красной армии В кавалерии Под командованием Кочубея Буденного, Котовского Сначала, так сказать, ну, рядовым А потом уже командиром взвода И, в общем-то, как-то его карьера пошла Достаточно успешно Хотя Ни о какой протекции Ни о какой помощи Говорить не приходится В Гражданскую войну, конечно Пришлось пережить многое Папа был награжден Первым орденом, которым он был награжден Это орден Красного Знамени Гражданскую войну конница была элитой И вплоть до, скажем так, до начала Великой Отечественной войны До 42-го года конница активно Принимала участие в боях Но вот тут мнение не только Папы Вот те генералы, которые к нам приходили Вот это обсуждалось Я это вот слышала Что с конницей нужно было заканчивать пораньше Потому что немцы шли моторизованными уже войсками Танками Конечно, у нас тоже были танки Но все это конница активно участвовала Но это было страшно Папа рассказывал, что если погибал конь То его хозяин, так сказать Ну его солдат, офицер, неважно Он уже никаких шансов не имел на то, чтобы не погибнуть И очень много погибало во время переправ Именно конница В Великой Отечественной войне Он принимал участие сначала В звании полковника А потом уже ему присвоили В 44-м году ему присвоили звание генерал-майора И он командовал такими дивизиями 32-й дивизией 251-й краснознаменной дивизией Принимал участие во многих боях И был награжден еще тремя орденами Красного Знамени Орденом Ленина Орденом Кутузова И Орденом Великой Отечественной войны Первой степени Вот я бы немножко хотела сказать еще Об ордене Красного Знамени Я не знала этих подробностей Оказывается, это был самый Если по-современному выразиться Самый крутой орден Красного Знамени До утверждения ордена Ленина Это был самый-самый Там написано, вот в Википедии написано За беспримерное мужество и так далее Вот, ну, все вот такие суперлативы Я до сих пор смотрю фильмы военные Я преклоняюсь Я не считаю, что только вот стоит на пьедестале На пьедестале генерал, маршал и так далее Нет, каждый, кто участвовал Каждый, кто что-то принес победу нам И возможность жить Каждый заслуживает вот этой славы Любимая фраза отца Генерала можно найти, чтобы командовать А вот хороший солдат дорогого стоит Это было его кредо Он повторял это несколько раз Вы с этим согласны? Конечно Субтитры создавал DimaTorzok